Интересно, чем хороший танцовщик отличается от гениального танцовщика? В балете какие критерии талантливости, гениальности танцовщика, легкость, прыжок? Хороший от гениального, я думаю, это чистотой, чистотой позиции, выученности. И актер с какой-то техникой, актерским мастерством. И мужчина, я считаю, должен иметь большой, колоссальный такой прыжок. В этом году на Корсаре у нас был чемпион России по силовому экстриму, Михаил Кокляев есть такой. Он первый раз в жизни пришел на балет, и он очень удивился и восхитился физической подготовкой танцовщиков. И удивлялся, как это вообще возможно. Про спорт. Вы спортом каким-то интересуетесь, занимаетесь или всегда это был только балет? Спорт для меня очень важный. Я только в спорт смотрю, когда прихожу домой. А, любимые виды спорта? Бокс, футбол. Уроки Бальбоу, да. Мы уже поняли, что все не просто так. Да, бокс всегда у меня большой интерес. Я проявлял к нему. Даже хотел боксером в какой-то момент стать. Была мечта такая. Где-то в Твиттере я видела даже, вас называют Сергей, Рокки, Полунин. Я не знаю. Да. Вот сообщаю. Вы сказали, что некоторые места в Новосибирске очень тусовочные, лучше, чем на Западе. Как-то конкретное место назовете, где удалось побывать в Новосибирске? Где понравилось? Мы постоянно ухо и медведь. Заходим. Вы поете? Нет. Но в какой-то момент, наверное, приходится петь. Но это веселое место. Вы ходите в ночные клубы. Ну, как, наверное, коперные певцы, наверное, вряд ли заходят в караоке, поют с друзьями. Также, наверное, танцовщики. Да. Я не знаю, в какие. Меня обычно отвозят куда-то. Куда-то заходим. Но вы там танцуете? Нет. Я люблю обычно сидеть и смотреть, наблюдать за публикой. То есть танец для вас это работа или это... Это, да, работа, я считаю. Всегда говорил почему-то, что мужчина не должен танцевать. Это так. Мы говорили уже сегодня про ваши татуировки. Они все что-то означают? В принципе, смысла такого нет. Любимая татуировка? Любимая, наверное, Джокер на плече. Джокер. Прекрасно. Можно я вопрос задам? Я знаю, что у вас за границей есть фан-группы, которые обсуждают ваше творчество, следят, выкладывают видеофрагменты и так далее. Вы как-нибудь с ними поддерживаете связь? Нет, я единственное один раз твиттером увлекся, а в принципе я не заходил. Мне иногда показывали, но я не любитель переписываться или... То есть вы не планируете зарегистрироваться в соцсетях и общаться с новосибирскими поклонниками? Нет, может в какой-то момент поменяется, то все будет интересно. Вы открыты для поклонников, скажем так? Вы считаете себя открытым человеком или вы все-таки как-то отгораживаетесь? Я в принципе... Я даже не знаю... Внимание публики не досаждает, не мешает? Нет, это никогда нет. Нет, я не понимаю людей, которым это не нравится. Это, конечно, приносит человеку удовольствие, когда им интересуются. Но открываться полностью или ходить с ними в рестораны, это иногда, когда устал, и, конечно, не всегда есть возможность. Как вы отдыхаете после тяжелого репетиционного дня? Отдыхаю, я всегда докушаю в ресторане, пью чай. И это мое, как бы, любимое занятие. И иду домой. И сплю. Не сплю, я сплю. Поздно ложусь, а в бокс смотрю фильмы. Вы сова или жаворонок? Поздно ложитесь и рано встаете? Поздно ложусь и поздно встаю. Хорошо, понятно. Какой там журнал Intelligent Life назвал вас танцующим демоном. Вы сами считаете себя танцующим демоном? Нет, я так не считаю, я всегда стараюсь позитивную энергию нести от танца и только позитивные эмоции. Значит, вы танцующий ангел? Да, танцующий ангел. И нести только позитивную энергию. Танцующий ангел с джокером на плече. Мне кажется, это прекрасно.